Здравствуйте, уважаемые родители, бабушки и дедушки. Мы продолжаем с вами разговор о проблемах детей раннего возраста, ну не только раннего, и сегодня мы с вами поговорим о второй части проблем, связанных с нарушением шейного отдела позвоночника и его последствий. То есть, что касается диагноза или симптомов, о которых мы говорили в прошлый раз, которые позволяют заподозрить, предположить, что у ребенка есть даже микроповреждение шейного отдела, это, как говорится, полдела, а второе полдела это то, что нужно начинать раннюю реабилитацию таких детей, дабы не допустить развития симптомов, развития патологии. При всем многообразии системы приемов, методов лечения такой патологии ни одна группа специалистов не сможет обойтись без вашего участия, без вашей помощи. Поэтому ваше желание, ваша настойчивость, ваши усилия будут в решении этой проблемы абсолютно решающими. Это надо понимать, что лечение такого ребенка – это тяжелый труд не только для специалистов, но и для вас. Значит, сегодня я покажу вам определенные приемы, определенные приемы массажа, определенные приемы упражнений, которые позволят вам снять те патологические, те неприятные симптомы, которые впоследствии могут развиться в тяжелое поражение, тяжелые заболевания, в основном мышечной и нервной системы ребенка. Сейчас мы с Ванечкой покажем несколько элементов и расскажем о определенных правилах работы с такими детьми. Прежде всего мы хотим показать вам, как правильно держать ребенка при таком методе реабилитации, как грудное плавание. На самом деле занятие в воде очень эффективный метод лечения. Почему? Во-первых, потому что вода – очень хорошее успокаивающее средство. То есть в воде дети успокаиваются, как правило, воду всегда любят. И после занятия в воде ребенок спокоен, лучше спит, лучше ест и, в общем-то, с ним проще работать. Мышцы его готовы. И второй момент – это то, что в воде мышцы расслабляются, и они гораздо быстрее приводятся в то нормальное физиологическое состояние, которое должно быть у ребенка. Итак, основная поза нахождения ребенка в воде – это может быть ванна, даже не обязательно должен быть какой-то бассейн, это должен быть микробассейн, надувной, который, в общем-то, сейчас достаточно доступный для большинства людей. Все в этом плане просто. Единственное, что должна быть ванна, не маленькая ванночка, а все-таки пространство, где ребенок может осуществлять движение. Итак, основное положение ребенка – это положение лежа на спине. Посмотрите, как это должно быть. Ребенок лежит, ваша рука располагается под головой ребенка. Таким образом, поворачиваю, чтобы вам было видно, посмотрите, в основном голова лежит на ладони, а пальцы уходят на плечевой пояс. То есть на окончание фаланг, вот на это место, приходится шейный отдел. Вот. И дальше вы держите ребенка таким образом, чтобы вот эта часть должных раковин была в воде. Если у вас есть какая-то неуверенность в том, что вода не заберется в уши, значит, в уши вставляются ватные тампончики, которые потом не забываем удалить. И просушить ушные раковины после процедуры. Значит, ребенок совершенно свободно находится в воде, то есть он может двигать и руками, и ногами, но вы шейную часть, затылок и голову фиксируете очень четко, не поднимая, не опуская, удерживая. И все остальное тело у ребенка достаточно свободно. Это нужно. Такое количество упражнений, оно может изначально достигать от нескольких секунд до 10-15 минут. Тогда, когда ребенок привыкнет, не будет бояться, будет чувствовать себя уверенно. Такие упражнения можно начинать практически с самого раннего возраста, практически с новорожденности. Вот как вы ребенка купаете, так и осуществляете такое упражнение. Теперь переходим к моментам физических упражнений и массажных движений. И прежде чем мы с Ванечкой покажем вам, как это делать потихонечку по органам и системам, по частям тела, я хочу рассказать вам о тех правилах, которые мы соблюдаем при работе с маленькими детьми. Причем эти правила вы должны соблюдать при любой работе с детьми. Будь это физические упражнения, будь это массажные движения, будь это какой-то комплекс, который вам, скажем, порекомендовали, или комплекс упражнений, которые вы нашли и считаете, что он неплохой. В принципе, здесь возможности не ограничены, особенно с учетом современных средств массовой информации, средств информационного поля. Но правила должны соблюдаться определенным четком. Итак, что же это за правила? Правило первое. Работа с частями тела должна всегда начинаться с более здоровой стороны. Что это значит? Посмотрите, если у ребенка мышечный тонус повыше с одной стороны, ну, допустим, слева, а правая сторона более здоровая, то всегда мы начинаем упражнение с правой стороны. С левой мы переходим после. Если ребенок встает на цыпочки, допустим, справа, правая стопа на цыпочках, а левая стопа на пальчиках, а левая стопа становится ровно, то все упражнения и все массажные движения мы начинаем с более здоровой, с левой стороны. Потом подключаем к правой. Второе правило – это правило нагрузок. Значит, если я это не озвучу, вы наверняка начнете спрашивать, чаще всего спрашивают, сколько времени вы должны заниматься, какое количество движений в упражнении делаем сначала, потом как увеличиваем и так далее, и так далее, как определяется нагрузка. Так вот, это правило как раз и обозначает ту нагрузку, которую мы осуществляем во время занятий. Итак, мы начинаем очень постепенно, то есть буквально с нескольких движений. И нагрузка должна возрастать очень постепенно. То есть, если мы начинаем, допустим, с трех движений или с двух минут, то каждый день мы прибавляем понемножечку. Допустим, прибавляем по два движения или по минуте работы массажной. И доводим до того состояния, когда вы чувствуете, что ребенок уже устал. После того, как он устал, то есть называется принцип постепенных нагрузок. То есть, постепенного увеличения нагрузок. И правило третье, как бы дополняющее, оно говорит о том, что количество движений и время работы должно быть, ну, я так называю это правило, плюс один. То есть, в ситуации, когда ребенок устал или, скажем, он уже не может делать, и мы делаем еще одно движение, как бы через «не могу». И на следующий день это движение через «не могу», оно входит в комплекс, и мы еще раз увеличиваем. Итак, теперь, я надеюсь, что это понятно. Если будет непонятно, вы спросите, мы на следующий раз начнем с уточнений. Итак, как мы занимаемся с ребенком? Первое, с чего мы должны начать, для того, чтобы подготовить мышцы, это с массажных движений. Детский массаж осуществляется по определенным правилам. Нельзя воспринимать ребенка как миниатюрного взрослого, и нельзя переносить массажные приемы взрослых на маленьких детей. Есть очень большое такое вот желание, может быть, соблазн посмотреть, это легко сейчас делать, посмотреть в интернете массажные движения какие-то, курсы какие-то, приемы для взрослых, и перенести их на ребенка. Это делать нельзя, потому что организм ребенка – это организм достаточно своеобразный и обладает своими специфическими свойствами. Итак, как же мы занимаемся массажем с маленьким ребенком? Причем это можно делать прямо с новорожденностью. Итак, первое движение, первые приемы мы осуществляем на массаже спины. Со спины. Значит, ребенок лежит на твердой поверхности. Не надо это делать на кровати, не надо это делать так, как вам удобно. Ребенок должен быть на столе, должна быть положена пеленка или на пеленальнике, или на твердой поверхности. Значит, голова его, естественно, повернута. Положение рук значения не имеет, но чаще всего у ребенка руки направлены вперед. И дальше мы осуществляем движение по половинке спины. Линия этой половинки – это отростки позвоночника, которые выступают. И не забудьте об еще одном правиле, которое гласит, что на позвоночнике мы не делаем никаких массажных движений. То есть вот эти отростки, так называемые, остистые отростки позвоночника, которые выступают, и которые мы можем прощупать от шеи, от затылка до копчика, мы их не трогаем. Итак, по мышцам спины мы осуществляем легкие движения. Чем меньше ребенок, тем меньше количество пальцев мы задействуем. И у новорожденных это вообще может быть один, лучше средний палец. И начинаем мы движение с поглаживания. Легкое движение, идущее снизу вверх и сверху вниз. Сразу может возникнуть вопрос, как осуществлять массажные движения. Очень много различных рекомендаций по этому поводу. Значит, я вам говорю совершенно осознанно, что не имеет значения направление массажных движений. Почему? Потому что мы во время массажа усиливаем лимфоток. И он будет усиливаться в любом направлении, несмотря на то, куда мы двигаем. Сейчас я вам это докажу. Для того, чтобы не возникали разногласия, для того, чтобы не возникали лишние вопросы, я вам буду каждый раз приводить реальные примеры, показывающие, почему я так говорю. Представьте себе движение воды в ручье. Вода в ручье движется от истока к кустью с определенной скоростью. Движение воды в ручье – это движение лимфы в лимфатических сосудах. Значит, понятно, что от одного лимфатического узла до другого проходит определенное движение, движение лимфы с определенной скоростью. Если мы двигаемся в том же направлении, гоним, осуществляем наше движение, то скорость лимфатического тока усиливается. А теперь представьте на минуточку, что вы осуществляете движение против тока воды в ручье. Казалось бы, движение, скорость тока воды резко замедляется. Но стоит нам поднять руку и дать возможность спокойно протекать в воде, как скорость движения снова увеличится. То есть и в том, и в другом случае мы увеличиваем скорость движения воды в ручье. А для лимфатических сосудов скорость движения лимфы тоже увеличивается. Поэтому абсолютно не имеет значения направление нашего движения. А что имеет значение? Имеет значение то, что мы осуществляем движение от группы лимфатических узлов до группы лимфатических узлов. Где эти группы находятся? Посмотрите, она находится там, где есть крупные суставы. Это прежде всего шейно-затылочные. То есть мы с вами знаем, нащупываем, что в районе горла, шеи есть группа лимфатических узлов. Это подмышечная группа лимфатических узлов. Это локтевая группа лимфатических узлов. Лучше запястная. На ногах это паховая группа лимфоузлов в районе тазобедренного сустава. Это группа узлов в подколенной ямке и в ямке лучезапястного сустава. Таким образом, наши движения осуществляются от группы одной лимфатических узлов до группы другой. И что касается спины, это от шейно-затылочной группы до группы паховых лимфоузлов. То есть наши движения осуществляются либо от шеи-затылка до копчика, либо от копчика к шеи-затылку. Итак, плавные движения поглаживания мы осуществляем по одной половине спины. Не забывая, что мышцы шеи-затылка начинаются от верхнего края затылочного бугра. Посмотрите, вот отсюда. Вот эти мышцы спины, которые мы очень хорошо прорабатываем. Мы начинаем с поглаживания с одной стороны. Мы начинаем с поглаживания с другой стороны. Следующее движение, которое мы осуществляем, это движение разминания. И вот здесь, посмотрите, мы берем двумя пальчиками мышцу. Она маленькая, она тоненькая. Она может быть болезненная слегка для ребенка. Поэтому мы очень осторожно берем двумя пальчиками мышцу, начинающую от шейного отдела, затылочного бугра, трапециевидная мышца. Двумя пальчиками чуть-чуть натягивая, проходим на трапециевидную мышцу. Вот именно здесь воротниковая зона, там где воротник. Там прорабатываем потихонечку, медленно-медленно движение. Чуть-чуть напрягая, спускаемся вниз по широчайшей мышце спины, которая идет вдоль всей спины. Вот так вот прорабатываем. Потом опять осуществляем легкие поглаживающие движения. Переходим на вторую сторону спины. Точно так же осуществляем движение двумя пальчиками. Чуть-чуть натягивая мышцу, опять немножечко поглаживая. Дальше мы переходим на третье движение, которое называется разминание. И здесь мы осуществляем очень похожее движение на поглаживание, но чуть-чуть с большим усилием. Можем осуществлять круговые движения, можем осуществлять движения такие прерывистые. Вот я показываю. С определенным напряжением прерывистые движения, идущие вдоль мышцы. То же самое делаем на мышце другой половины спины. И дальше осуществляем поглаживание. Значит, следующая часть тела, к которой мы переходим, это ягодичные мышцы. Здесь мы осуществляем движения круговые по ягодичной мышце, по пупке ременка. Идем сначала одну мышцу. Желательно работать правильно, по большому счету не имеет большого значения, но лучше, более физиологично, работать по часовой стрелке, осуществлять эти круговые движения. Дальше мы переходим на ноги по задней поверхности бедра. Здесь идет двухглавая мышца, поэтому мы делим головки на одну, осуществляем движение. И с другой стороны. Причем пальцы могут работать такие, как нам удобно. Здесь может быть средний палец, здесь может быть большой. И опять, не важно, по какому движению мы идем, сверху вниз, внизу вверх. Важно, что мы доходим от бедра, от тазобедренного сустава до коленного сустава. Прошли. И дальше мы проходим голени. Кроножная мышца голени тоже имеет две головки. Поэтому мы проходим сначала по одной, потом по другой. И переходим на стопу, где мы работаем двумя руками. Как это осуществляется? Здесь мы обязательно фиксируем лучезапясный сустав двумя пальчиками. Или берем его в кольцо и достаточно жестко зажимаем. И дальше мы работаем со стопой, со всей стопой. Как я вам показывал в прошлый раз рефлекс Бобинского. Проводим по всей стопе и по поверхности боковой. И по поверхности боковой с другой стороны. И по стопе можем осуществлять движения как и круговые, так и сверху вниз, снизу вверх. Дальше аккуратненько поддерживая одним пальцем пальчики ребенка, а другим пальцем мы их чуть-чуть вытягиваем, растягиваем. Немножечко не вытягивая, а именно растягивая, осуществляя определенное давление. При этом обращаю ваше внимание, что лучезапясный сустав у меня фиксирован. То же самое мы проходим с другой ногой. Сначала бедро, две головки мышцы, потом голень. Потом фиксируем голеностопный сустав и работаем со стопой. После этого тихонечко возвращаемся наверх по спине легкими поглаживающими движениями и переходим на руки. Руки можно работать точно так же по задней поверхности мышцы, потом по передней поверхности мышцы. мышцы, предплечье локтевая и лучевая ведем. И точно так же как стопу мы работаем с кистью, фиксируем сустав. И работаем с кистью точно так же, аккуратненько проходя каждый пальчик ребенка. После этого мы аккуратно переворачиваем. И здесь у нас открываются грудные мышцы ребенка и мышцы живота. Значит, грудные мышцы мы прорабатываем обязательно, захватывая шею и грудинно-ключично-сосцевидную мышцу, которую мы говорили, вот-вот она идет от косточки за ухом сосцевидного отростка до ключицы и грудины. Обязательно можно чуть-чуть повернуть голову ребенка в противоположную сторону, тогда мышца будет напряжена. И точно так же с другой стороны большие грудные мышцы прорабатываем по часовой стрелке по окружности. И мышцы живота прорабатываем тоже по окружности. Здесь можно работать по животу как пальцами, так и самой ладонью, аккуратненько, чуть-чуть надавливая. Осуществляем движения и поглаживания, и пальцами движения вот такие, как разминание мышцы, и растирание более сильным давлением. После этого опять осуществляется поглаживание на каждую часть тела. Сначала мы просто оставляем по несколько движений, по 1-2-3 минутки. Мы работаем постепенно, увеличивая нагрузку, максимум весь массаж у нас занимает где-то в районе 20 минут. После того, как мы осуществили эти массажные движения, мы начинаем делать упражнения. И вот здесь упражнения мы работаем с упражнениями на определенной части тела. Сначала это идут руки. Посмотрите, несколько движений я вам покажу. Значит, вы берете большой палец, вставляете его в кисти ребенка. Он из захватательного рефлекса, он его схватывает, большие пальцы. А остальными четырьмя пальцами вы захватываете кисти ребенка. Таким образом, чтобы в ваших ладонях оказался лучезапясный сустав. Нельзя работать, если вы держите только за кисти. И вот здесь я чуть-чуть отвлекусь. И объясню вам еще одну совершенно определенную вещь. Что делать ни в коем случае нельзя. Когда вы ведете ребенка за руку, берете его ладонь, ваша ладонь должна прихватывать не только ладонь ребенка, но и его лучезапясный сустав. То есть, вы его ведете вот так. Почему? Потому что если у вас рука, ваша рука держит только кисть, и ребенок резко по каким-то причинам эту руку дернет, вы рискуете вывихнуть суставы кисти. Они довольно слабые. Поэтому держать всегда нужно ребенка гораздо выше, чем его ладонь. Если будут вопросы по этому поводу, я вам на следующее занятие принесу рентгеновские снимки. То, где указано, где видно, что происходит в этих случаях. Я думаю, что увидя такие повреждения, вы это запомните на всю жизнь. Итак, вы берете ребенка, вот, ваше движение, вот, да, руки полностью фиксированы. И дальше вы осуществляете движение, причем одномоментно с движениями ребенка, вы сами осуществляете правильное дыхание. И когда я говорю, буду говорить сейчас вдох-выдох, я имею в виду не дыхание ребенка, а ваше дыхание. Почему? Потому что вы в этот момент осуществляете энергетическое, вы становитесь энергетически единым организмом с вашим ребенком. Итак, поднятие рук вверх, ваш вдох, опускание, выдох. Поднятие вверх до конца, вдох максимальный. И вот здесь, если ребенок не доводит до конца, то вы чуть-чуть напрягаете его мышцы, ни в коем случае не дергайте, это все должно быть плавно. Опускаете вниз, еще раз, вдох, выдох. После этого вы осуществляете следующее упражнение. Разводите руки в стороны, тоже до конца, и соединяете их максимально на грудной клетке. Выдох. Вдох. Выдох. Дальше переходите к ногам. Значит, упражнение первое. Вы поднимаете прямые ноги ребенка вверх, максимально сколько можно, да, 90, угол 90 градусов. Вдох, выдох. Вдох, ноги прямые, выдох. После этого вы осуществляете сгиб. Смотрите, руки располагаются таким образом, что большие пальцы попадают в подколенную ямку, а остальные захват ладоней и пальцами осуществляются за икроножные мышцы. Вы сгибая, поднимаете, сгибая в коленях, да, вот не получается у меня, вот так я вам показываю. Раз, два, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, два. Осуществляете это на двух ногах. И следующее упражнение вы то же самое делаете со стопами. Берете стопу, начинаете сгибать ее максимально в голеностопном суставе. Вдох, опускаете выдох. Еще раз. Вдох, опускаете выдох. Это упражнение. И последнее на сегодня упражнение, то есть это комплекс, которым вы начинаете. Дальше мы потихонечку, по два-три упражнения, я вам буду дополнять, чтобы вы могли осуществлять комплекс. Значит, что вы делаете? Руки, опять даете пальцы ребенку, он их прихватывает. Чуть-чуть фиксируете, лучше запястный сустав. И дальше поднимаете ребенка, чтобы он садился. Сел, вдох. Фиксируете, он сидит какое-то время. И дальше плавно его опускаете. При выполнении этого упражнения, не забудьте подложить под голову ребенка какую-нибудь толстенькую пеленочку или одеяло, чтобы он не ударился затылком. Потому что он будет... Дальше вы его опускаете, и он опускается отдельно. По два-три секунды лежит. И дальше вы осуществляете опять. То есть вы просто подтягиваете, чуть-чуть поддерживая за кисть. В основном ребенок хватается и держится сам. При этом очень хорошо напрягаются мышцы живота и шейного отдела. Что, собственно говоря, вам и надо. Я надеюсь, что вы буквально сегодня попробуете, начнете заниматься с ребенком такими упражнениями. Причем в данном случае возраст значения не имеет. Если есть какие-то нарушения, если вы чувствуете, что у ребенка есть признаки нарушения мышечного тонуса или признаки, указывающие на повреждения шейного отдела позвоночника, пожалуйста, с любого возраста начинайте потихонечку делать такие массажные движения. И такие упражнения, они в любом случае будут стимулировать работу мышечной системы вашего ребенка. И будут способствовать улучшению кровоснабжения отделов коры головного мозга. На этом мы с Ванечкой с вами прощаемся. Желаем вам хорошего дня, хорошей недели и берегите себя.